Мы рады всех приветствовать и доброе время суток, правильно сказать. У меня в Нью-Йорке добрый день, а у доктора исторических наук Григория Меламедова в Москве добрый вечер, и у тех, кто смотрит нас в Израиле, соответственно, тоже добрый вечер. Григорий, я рад вас приветствовать. И я вас тоже. История Иерусалима. Григорий, вам слово. Спасибо. Я думаю, что сначала нам нужно закончить тему, тем более там остался очень интересный момент. Дел на европейско-американской арене, касающихся получения Британии своего мандата. Дело в том, что, конечно, сразу же там начались трения в лагере союзников-победителей по Первой мировой войне. Или сначала они еще даже не были победителями. Ну, началось с того, что Франция заявила, что у нее еще со средних веков были договоренности с султаном, по которым она получала особые права на католические святыни в Палестине, в частности, в Иерусалиме. И надо понимать, что речь идет также и о некоторых каких-то христианских святынях, которые являются спорными, но которые католики считают своими. Франция подчеркнула, что султан подтверждал это право три раза в самые разные годы. Ну и, в общем, она настаивает, чтобы эти права у нее сохранились. Естественно, англичане восприняли это в штыки, потому что они поняли, что в таком случае, по крайней мере, в Иерусалиме фактически будет двоевластие. Неожиданно выступила также против французов другая, казалось бы, католическая страна, Ватикан. Ватикан и католические страны вообще были в этой ситуации оппонентами Англии. Они опасались, что при протестантов их права будут как-то нарушены. Но все-таки личное соперничество Франции и Италии сказалось. Италия заявила, что поскольку теперь больше Османской империи нет, то никакие дополнительные права, никакой протекционизм больше не требуются. То есть требования французов лишены всякого смысла. Начались долгие переговоры. Они продолжались вообще примерно столько же, сколько шли всевозможные международные конференции. Вот примерно с 1919 года по 1922. Англичане выдвинули идею, что надо создать международную комиссию, которая займется изучением святых мест в Палестине, в Иерусалиме в частности. То есть, что кому принадлежит. Для начала, что кому принадлежит. И дальше англичане сделали довольно умный ход. По-видимому, они поняли, что чем больше полномочий у комиссии, и чем сложнее она устроена, тем меньше шансов, что она хоть что-нибудь сделает. Поэтому англичане предложили расширить полномочия этой комиссии, что пусть она не только изучит вопрос, но и составит полностью перечень, что кому принадлежит, в смысле какой христианской конфессии, что принадлежит. И обеспечит переход этих объектов, так сказать, под защиту, под протекцию соответствующих конфессий. Дальше. Англичане предложили очень сложную структуру этой комиссии международной. Они, прежде всего, поставили вопрос так, а почему, собственно, только христианские святыни? Пусть будет три подкомиссии. Христианская, еврейская и мусульманская. В христианской будет три человека от католиков, три человека от православных и председатель француз. В еврейской и мусульманской будет, соответственно, по четыре человека. А председатель всей комиссии, то есть всех вот этих вот трех, будет протестант из Америки. Ну, можно себе представить, что тут началось. Естественно, Ватикан выступил резко против, как это так протестант во главе. Англия и Франция стали спорить между собой, сколько будет представителей от каждой из них. Франция немедленно предложила создать три отдельные комиссии. Отдельную еврейскую, отдельную мусульманскую, отдельную христианскую. Свои предложения дал президент Вилсон. Он вообще предложил создать комиссию с участием во главе американцев. Собственно говоря, никто, кроме американцев, в эту комиссию не вошел, но разница, различие по сравнению с предыдущими вариантами в том, что от Америки кто-то, по крайней мере, хоть поехал в Палестину. Поехали Кинг и Крейн, два американских представителя, для изучения обстановки, как это считалось. И свою поездку они назвали, что они едут в Сирию. То есть они рассматривали Сирию и Палестину как нечто единое. По итогам поездки они выдвинули предложение, что пусть будет создана единая подмандатная территория, в которую будет входить и Сирия, и Палестина. И державой мандаторием будет либо США, либо как второй вариант Великобритания. И, собственно, вот это американское предложение, которое, на первый взгляд, самое неинтересное, в том смысле, что его никто не рассматривал даже. Европейские державы просто на это махнули рукой. В то время они могли махать рукой на Соединенные Штаты. Но в этом предложении впервые было высказано, что пусть у Иерусалима будет особый статус, пусть это будет город под специальным международным контролем. Дальше мы сегодня увидим, что эта идея в 30-е годы возникала еще несколько раз, уже когда англичане решали вопрос о том, что делать с Палестиной. Ну, в итоге Англия получила свой мандат. Никакая комиссия так и не была создана. Расчет на то, что сложность комиссии и сложность поставленных перед ней задач просто сведет всю комиссию на ней, всю ее работу. Это все оправдалось. Англия получила свой мандат. Но уже в это время она... Знаете, по поводу комиссии есть хорошая шутка на эту тему в Америке как раз, которая состоит в том, что... Какой верблюд? Верблюд — это лошадь, которая создана комиссией. Так что здесь как раз, да, как раз к вашей истории. Ну, вот и в прошлый раз мы немножко коснулись вопроса о том, что делали англичане в первые годы своего правления. Сейчас я чуточку напомню, но прежде всего они получили город Иерусалим в совершенно жутком состоянии. Там была гуманитарная катастрофа. То есть вот очевидцы описывали, что на улицах горы мусора, что практически было прекращено водоснабжение, оно превратилось просто в источник малярии. Англичане начали с этим бороться. Они организовали завоз продовольствия. Вот видите, история из Тары повторяется. Продовольствие хлеба из Египта. Семена для сельскохозяйственных работ как-то в окрестностях. И главное, они установили новые правила дальнейшей застройки города. В общем-то, вот в эти первые годы, когда была еще военная администрация, не гражданская, еще до того, как приехал Герберт Сэмуэль, о котором мы говорили в прошлый раз, до того, как приехал Сторс и стал, ну как бы, губернатором Иерусалима, уже многое было сделано. Вот. Но мы с вами в прошлый раз коснулись немножко вопроса о том, какие были противоречия в арабском лагере. Чуть-чуть мы об этом заговорили. Заговорили о том, какие были противоречия по поводу декларации Бальфура среди европейских евреев, о роли Рава Кука в этом. Но мы как-то не коснулись о том, какие противоречия были в самом сионистском движении и среди религиозных евреев не европейских, а иерусалимских. Вот, Руэн, может быть, вы об этом немножко расскажете. Ну, вообще говоря, действительно, тема достаточно интересная. Тема вот всех этих конфликтов, мне кажется, она очень важна, в том числе и для понимания того, где мы с вами сегодня находимся. Ведь и по сегодняшний день во многом зерна этих конфликтов, которые были посеяны еще тогда, во многом взросли. И по большому счету, можно говорить, что до сегодняшнего дня многие из этих конфликтов остались неразрешенными. То, что, например, Хредим, ультра-экадоксальная община в Израиле ощущает себя очень часто как своего рода гетто. Я в свое время выпускник Хредимной Шивы, литовской Хредимной Шивы в Иерусалиме, которая, кстати говоря, имеет отношение к тем самым заполученным Хевронским подромам 29-го года. Это продолжение той самой литовской Шивы Слободка, которая оказалась в Иерусалиме. Я потом учился в этой Шиве в Иерусалиме. Я помню, когда приезжал к своим друзьям в Натании, которые жили в очень небольшом ультра-экадоксальном районе в самом центре города Натании. Я помню, когда мальчик 5 лет спросил своего отца, почему в Шаббат ездят машины. Отец очень спокойно сказал, а это горе. И вот такое отношение в определенных ультра-экадоксальных руках совершенно нормально. Я помню, я был шокирован. Я сам учился в литовской ультра-экадоксальной Шиве, на что мне хозяин дома сказал, а что ты хочешь? Как ты хочешь? Есть мы, есть они. Есть очень четкое разделение. И вот это ощущение большого количества ультра-экадоксальных евреев, что они в Израиле продолжают жить как бы в своего рода гетто, оно в общем о многом сохранилось. Можно вспомнить днамитное высказывание одного из лидеров вот этого ультра-экадоксального направления Хазаныша, который в 49-м году сказал, что государство существует уже целый год, а нам все еще разрешают отвлекать в отцу. И надо сказать, у этого есть определенные корни. Сейчас мне бы хотелось поговорить о довольно нелицеприятной истории, в общем-то истории первого политического убийства, которое произошло в Иерусалиме. История эта сразу с очень идиозной фигурой, фигурой совершенно удивительной, фигурой, которую вообще себе трудно представить в ультра-экадоксальном мире, фигурой, которая встала на защиту вот этого старого Ишума, так называемого старого Ишума, то есть традиционных ультра-экадоксальных евреев, которые, в общем, в штыки воспринялись и они из той линии. И человек этого зовут Деха. Сейчас я покажу вам, как он выглядел. А, собственно, у меня не получается. Натан здесь с нами. Мне нужно, чтобы я мог... Да-да-да, секундочку, секундочку. Сейчас, сейчас, секунду. Он, кажется, меня постом не сделал. А ты сейчас можешь сделать. Да, мне нужно будет... Окей. Попробуй сейчас, сейчас должно быть нормально. Спасибо. Да, я вижу, я вижу, да, спасибо, работает. Сейчас будет работать. Итак, я покажу вам... Я тут хотел немножко добавить, если можно. А, ну ладно. Хорошо. Да, пожалуйста. Что Дехаан сначала как раз был сионистом, убежденным. И только когда он приехал в Палестину и попал под, видимо, личное очень большое обаяние главного раввина сефардской общины, то это полностью изменило его подход к ситуации. Ну, Дехаан вообще был человек очень увлекающийся. Мы знаем, что он родом из достаточно традиционной семьи. На секундочку, в его семье было 18 детей. Родом он из Голландии. И, в общем, достаточно талантливый журналист. Большая, так сказать... Вот это другая его фотография. Здесь мы видим, он в Кипе. И большая часть изюминки состоит в том, что этот человек, поддерживая открытую ультратоксальную общину и став религиозным евреем, то есть, по сути, то, что в религиозном лагере называют Бальцуба, он изначально был голландским журналистом, он был родом из Голландии, и он достаточно был, в общем, в Голландии известен. Он издал несколько книг на разную тематику. Знал на секундочку 22 языка этот человек. Владел свободно 22 языками. Этот человек, оказавшись в 19-м году в земле Израиля, в Иерусалиме, действительно встал на позиции ультра-ортодоксов и, по сути, оказался в такой довольно уникальной позиции человека, который, обладая хорошим европейским образованием, прекрасным знанием большого количества иностранных языков, может впервые эту общину представить политически. То, чего у ультра-ортодоксов до этого не было. Ну и надо сказать, что он стал личным другом, довольно близким другом, другой довольно знаковой фигурой в ультра-ортодоксальном мире того времени, по сути, главы старого Ишуга. Это, конечно, Рав Зоненхольд. Вот мы здесь видим Рава Зоненхольда на фотографии. Собственно, это традиционный вид. Так выглядят иерусалимские евреи. У него это знаменитая зебра Ирушаумы. То есть, в общем-то, и сегодняшний день, если вы будете в традиционных старых кварталах Иерусалима, типа Меа-Шарим, Бюл, вы увидите большое количество евреев, которые одеты, наверное, так же. Но Дехан одевался достаточно современно, владел большим количеством иностранных языков. И, в общем, в какой-то момент его действия, которые были направлены на то, чтобы вот это несогласие с деятельностью сионистов внутри ультра-ортодоксов направить на какие-то политические рельсы. Его действия стали восприниматься как определенная угроза сионистским эстеблишментом, потому как он действительно, по большому счету, был в уникальной позиции возглавить переговоры с англичанами и добиться какой-то внутренней еврейской ультра-ортодоксальной автономии. То есть, по сути дела, то, что предлагал англичанам Дехан, было, в общем, отделить ультра-ортодоксов, харидим от остальных евреев, от сионистов и вести переговоры с англичанами напрямую. Нас не интересует никакое государство, нас интересует наша культурная автономия, и мы готовы сотрудничать в том числе с арабами, чем, собственно, Дехан и занимался. Поэтому в сионистских кругах, несмотря на его, так сказать, как вы упомянули, сионистское прошлое, Дехан стал потом восприниматься, в общем-то, как достаточно ненавистная фигура. Есть даже воспоминания о том, что при его появлении в тех или иных местах многие плевали в его сторону, и при этом для ультра-ортодоксов он стал своего рода такой палочкой-выручалочкой. И вот он должен был возглавить отправляющуюся в Лондон делегацию ультра-ортодоксов, и где, собственно, впервые ультра-ортодоксы имели возможность отстоять свою позицию на каких-то политических основаниях. Кстати говоря, они воспроизвелись в том числе и в создании Верховного Равината, который они считали структурой подчиненной сионистам, но мы знаем, что главным раввином британской мандатной Палестины будет назначен Раф Кук, и хотя Раф Золонфальд будет с очень большим уважением относиться к Раф Куку, но конфликт будет очень-очень острым. Мы знаем, что против Раф Кука будет вывешиваться всевозможные так называемые пачквили, да, по всему Иерусалиму, где его будут обвинять во всех смертных грехах, и конфликт будет очень острым. Так вот, у нас 1924 год, и Дехан выходит из... выходит из синагоги, и выходя из синагоги, к нему подходит какой-то непонятный человек, которого до этого не встречают, спрашивает его время, и прежде чем Дехан уступает отметить, раздается быстро. Дехан падает, и после этого, естественно, британская полиция назначает очень большое вознаграждение за поимку виновного в убийстве Дехана, но что интересно, вот это первое политическое убийство заканчивается тем, что по большому счету стало непонятно, кто вообще, говоря, совершил это преступление. Были разные теории и слухи, были даже догадки о том, что якобы это как-то связано с открытым гомосексуализмом Дехана. Вообще, представляете себе всю иронию ситуации? Человек, открытый гомосексуалист, стоит, по сути, в положении такого политического рупора ультра-ортодоксальной общины и феридин. И при этом, надо сказать, когда Дехан умер, охороны ему устроились в почести. По разным оценкам, от 20 до 30 тысяч человек, на то время это очень большая похоронная процессия, его, по сути, сделали святым, мучеником. И до сегодняшнего дня, почему я упоминаю об этом? Потому как до сегодняшнего дня в ультра-ортодоксальных районах издают, как они говорят, нелегальную книгу, можете пойти в знаменитый Штибл, который называется Зихран-Мойшер в Геуле, где эту книгу продают. А история Дехана очень подробно освещается с позиций именно его мученического. Это был человек, который пытался защитить нашу общину от происфункционистов. И пал жертвой. Вот так это примерно освещается в кругах Харидин. Почему я остановился на этой фигуре? Мне кажется, вот эта ситуация, она очень знаковая. И надо сказать, что несмотря на многочисленные допросы полиции, убийство Дехана не было раскрыто вплоть до середины 80-х годов. А уже в 80-е годы оказалось, что Дехана убил, кстати, уроженец Одессы, Авраам Томи. И сделал он это по своему собственному признанию, по личному приказу Бен Цви, который потом, Ицик Бен Цви, как мы знаем, потом будет, конечно, президентом Израиля. На тот момент Томи, кстати, эмигрировал уже из Израиля. И интервью было с ним проведено в 85-м году. По результатам этого интервью вышла книга «Первое политическое убийство в Палестине». Томи тогда занимался бизнесом в Гонконге, в итоге он закончил свою жизнь в Америке. Но он сказал, что это убийство было абсолютно необходимым. Вот это, кстати, к вопросу о том, насколько цель оправдывает сианизм. Он сказал, что это было абсолютно необходимым, потому что человек этот был крайне вредоносным. И сказал, что у него нет никаких сожалений по тому, как Дехан хотел уничтожить всю идею сионизма. Это, кстати, цитата из книги. Дехан хотел уничтожить всю идею сионизма. Кстати, к вопросу о том, насколько цель оправдывает сианизм. Поэтому, вот это одна из таких незаживших ран. Почему я говорю о том, что эта книга до сих пор сегодня в Израиле не продается, Но в Харидимных кругах, я имею в виду не книга, которая была издана первым политическим убийством, книга Майзерша и Дагдимона, а книгу, которую издали Харидим. Я не помню точно ее название. Но в Харидимных кругах эта книга стала своего рода бестселлером о вот таком святом мученике Дыхани. И ему даже простили его гомосексуализм, это никого не интересовало. И вот, по сути, по большому счету мы знаем, что будет потом целая серия политических убийств. Не знаю, успели мы сегодня поговорить об убийстве Орлозарова. И в этом обвиняют ревизионистов, как мы знаем. Еще одно политическое убийство. Но оно произойдет в Тель-Авиве. И оно, может быть, меньше имеет отношение к тому, что в Иерусалиме происходит. Но тоже покажет очень существенный разлом уже внутри сионистского движения. Между левыми рабочими движениями с одной стороны и правыми ревизионистами с другой. А вот вообще говоря, через историю Дыхана, мне кажется, мы можем проследить, в общем-то, перипетии вот этого конфликта между, по сути, как они сами себя считают, загнанных в угол ультра-таксальной общины Харидим и сионистским мейнстримом, который, конечно, на тот момент уже является намного более влиятельным. Ну, что я могу добавить к этому? По сути, можно говорить о том, что тот факт, что это убийство не было раскрыто, и тот факт, что никто не взял на себя за это убийство ответственность во многом, тоже стало символичным. И, конечно, подобная история у нас тоже будет повторяться и не раз уже в более поздней истории сначала британского мандата, а потом уже независимого государства Играя. Ну, вот, собственно, Григорий, что вы хотите добавить или, может быть, продолжить наш рассказ? Да, спасибо большое. Интересно очень. Я хочу сказать, что я, когда изучал все эти материалы, вы знаете, вот изначально всегда, конечно, мои симпатии были на стороне сионистского движения, на стороне тех, кто хотел создать еврейское государство. Естественно, на стороне Рава Кулка. Но вот, читая, скажем, про Рава Зоненфельда, я себя поймал на том, что какой же он симпатичный человек, очень добрый, сколько историй вообще о его доброте, самоотверженности. Ну, вот у него такие взгляды, вот что поделаешь. И, собственно говоря, по-видимому, вот действительно нет ничего черно-белого. Ну, вот только время может показать, кто прав, кто не прав. Знаете, я с вами полностью согласен, и мне даже кажется, что, возможно, наша проблема, вообще всех, когда я говорю, наша проблема евреев, израильтян, светских религиозов, состоит в том, что у нас у всех есть некая отцензурированная версия истории, где, в принципе, нам более-менее понятно, кто прав. Но, может быть, одна из тем, которая просказывает наших с вами диалогов, как раз состоит в том, что мы пытаемся показать разные аспекты истории, которые, возможно, менее известны, которые проливают некоторый свет на то, что происходит немножко под другим углом зрения. Я не сторонник точки зрения, что все абсолютно правы во всем. Это не совсем мой подход. Но я считаю, что полезно, в любой ситуации полезно увидеть и понять точку зрения оппонента. В данном случае, я думаю, что часть решения вопроса вот внутри наших еврейских конфликтов, еще не зажившая рана между Харидин, ультра-Отодоксами и сионистским эстеблишментом большинством населения Израиля, с одной стороны. Кстати, недавние выборы и вот этот, по сути, антисемитизм, который всплыл в светской общине, в светской русскоязычной общине в Израиле во многом, тоже показывает, что очень легко пользоваться вот этими настроениями, настроениями, которые действительно очень легко вот так вот раздут, потому как антагонизм присутствует, безусловно. И я думаю, что здесь было бы действительно полезно вообще говоря нам всем изучать историю и, может быть, учиться слушать друг друга. Это то, что мне кажется на самом деле. Учиться видеть в оппоненте не обязательно право. Он, может быть, не прав, но, по крайней мере, того, кто представляет некую точку зрения, которую, может быть, иногда имеет смысл представить, ну уж, по крайней мере, внутри еврейского лагеря. Мне бы, наверное, хотелось это видеть именно таким образом. Полностью с вами согласен. И еще, мне кажется, очень важно, что просто не должно быть никаких запретных тем. По крайней мере, в истории я имею в виду. Потому что есть много белых пятен и есть в мире такие тенденции, что какие-то темы лучше просто не трогать, чтобы случайно никого не обидеть, а обычно от этого получается только хуже. И если уж мы сейчас заговорили о взаимоотношениях между сионистами и Харидин, то поговорим тогда о противоречиях, которые были внутри сионистского лагеря. Собственно говоря, в основном это противоречия между такой левой социалистической линией, которую в те годы возглавлял Вайцман, позднее ее возглавит Бен-Бурион, и ревизионистским направлением, где самым известным человеком является, конечно же, Жаботинский. В чем состояли претензии Жаботинского? Он считал, что как раз таки он является настоящим, он и его сторонники являются настоящими продолжателями линии Теодора Герцля. Что левые сионисты чересчур увлеклись идеей строения страны, создания кибуцев, вот этих вот поселений, всего вот этого. А нужно больше уделять внимание, сосредоточиться на главной проблеме, создании государства. Вот за это бороться, сосредоточиться на взаимоотношениях с британскими властями, вести с ними переговоры, думать, как можно на них повлиять. Это во-первых. Во-вторых, он ставил вопрос, что нельзя одновременно иметь две цели – построение национального государства и построение социалистического государства. Он говорил, что это все равно, что служить двум богам. Это неправильно. Давайте строить национальное государство. А что касается социализма, а кто, собственно говоря, сказал, что это правильно? Он очень резко критиковал профсоюзы, хистодрут, очень много говорил о том, что происходит как бы монополизация власти и идейная монополизация, в том числе, которая проявляется в экономике. Он говорил, что нужно поддерживать не только вот такие вот коллективные хозяйства, но нужно поддерживать малый бизнес и не только малый бизнес. Ну, собственно говоря, каково было соотношение сил? Соотношение сил в диаспоре постепенно, как некоторые считают, изменялось в пользу ревизионистов, в пользу сторонников Жаботинского. Даже несмотря на то, что его, конечно, обвиняли в фашизме, обвиняли, ругали его за то, что он контактировал с Муссолини, за то, что он, ну, по крайней мере, ему приписываются слова, что даже в немецком национал-социализме не было бы ничего плохого, если бы не его антисемитизм. Вот такая вот фраза. Но, тем не менее, сторонников в Европе у него становилось больше. Но в Ишуве, говорят, Сесраэль, по крайней мере, когда были проведены выборы делегатов в своего рода парламент еврейского Ишува, то, если не ошибаюсь, ревизионисты получили 17% голосов всего. Ну, с другой стороны, конечно, почти четверть, можно сказать. Но что привело к тому, что постепенно они все-таки стали терять свои позиции? Ну, во-первых, то, что, когда начались первые арабские восстания, то военизированные отряды, которые были созданы Жаботинским, приняли в этом участие. Его на какое-то время арестовали, потом выпустили, но все-таки ему пришлось в итоге покинуть Палестину. И умер он в 40-е годы, как раз тогда, когда подходило самое тяжелое время, время Холокоста, Второй мировой войны. Это во-первых. А во-вторых, большое значение имел финансовый вопрос. Все-таки, когда левые сионисты, будем их так условно называть, левые сионисты, создавали поселения по всей территории страны, создавали свои банки, создавали свои профсоюзы. В эти профсоюзы шли отчисления. Это означало, что люди объединяются какими-то структурами, во-первых. И во-вторых, у них появляется общая денежная система, общая экономическая система, что очень важно. Ревизионисты пытались тоже создать свой банк, пытались как-то это копировать, но это получилось так, мини. В общем-то, скорее всего, они проиграли именно на этом. Рабро Вен, как вы считаете? Ровен, ты нас слышишь? Вообще говоря, раскол наметился еще в 20-е годы, мы знаем. Но уже в 30-е годы, в 31-м году, после 17-го сионистского конгресса, раскол этот окончательно оформился. Мы знаем, что Жаботинский публично разорвал свое депутатское удостоверение, заявив, что это вообще не сионистский конгресс. Там спор шел. Как мы помним, собственно, в 1930-м году вышла еще одна так называемая белая книга, white paper, которая на тот момент создала очень серьезный резонанс. И это был первый такой документ британского правительства, в котором, по сути, они отказывались от планов реализации декларации Бальпера. Надо сказать, что потом, по сути, это white paper 30-го года, это белая книга 30-го года во многом будет отменена письмом, которое будет направлено в 31-м году Хайму Вайтсману. Письмо будет направлено Макдоналд, который тогда был премьер-министром Британии. И, по сути, 30-е годы как раз с 31-го по, наверное, 36-й по началу арабского восстания станут, наверное, годами самой большой массовой Алии. Но на тот момент на сионистском конгрессе 31-го года были очень серьезные дебаты. И Вайтсман занял такую прагматическую позицию, он считал, как и многие левые сионисты, что не стоит настаивать на создание государства, не стоит злить англичан, стоит как-то их более-менее пытаться, что ли так, умиротворить. А Жаботинский наставил на том, чтобы было очень четко и однозначно сказано, чего вообще пытается добиться сионизм. И конечной целью является создание государства. И вот поэтому вопрос в итоге, как мы знаем, произошел раскол. В 30-е годы Жаботинский, в общем, попытается создать параллельные структуры, и у него во многом это получится. Но мы знаем, что взаимоотношения действительно будут очень напряженными. И не случайно Жаботинского в свое время Бангуреон называл Владимир Гитлер. И коричневые рубашки Байтара у левых очень часто ассоциировались с коричневыми рубашечниками, конечно. И вообще говоря, Байтар создан в 23-м году в Риге, движение которого в европейских странах, в Латвии, в Литве, в Польше было очень популярным, в Израиле подвергался достаточно серьезным, ну, в Палестине, того времени достаточно серьезным гонениям. И были не единожды случаи, когда нападали на Байтарца левые. То есть, на самом деле, можно говорить о том, что взаимоотношения, конечно, были очень-очень напряжены. Ну, а если говорить о 17%, мне кажется, если я не ошибаюсь, примерно столько же в итоге получат правые на первых выборах в Израиле, уже в независимом Израиле. И очень долго, собственно, до прихода бега над властью, правые будут, конечно же, в Израиле в меньшинстве. Но, как мы знаем, в итоге партия Ликуд, которая будет создана из движения Хируд, это, по сути, идеологическое продолжение во многом, конечно, ревизионистов, уже Батинского и тот же нынешний премьер-министр Израиля, Бениамин Натанияу, конечно, потомственный ревизионист, как и многие в современном эстеблишменте Ликуда. Поэтому история, в общем, имеет свои определенные повороты. Ревизионисты в итоге, по сути, можно сказать, сегодня в Израиле пришли к власти. Я думаю, что мы еще к этой теме вернемся, может быть, не сегодня, а потом, когда будем обсуждать политику сионистского руководства и, в частности, позиции военизированных организаций перед самым началом Второй мировой войны, уже даже когда она начнется, потому что они окажутся в трудной ситуации. С одной стороны, белая книга Макдональда, которая фактически ставила крест на репатриации евреев, а с другой стороны, все-таки надо было... Вы говорите уже про белую книгу 1939 года. Да, 1939. Я просто хочу сказать, что мы сегодня об этом говорить не будем, но эта проблема встанет. Так сказать, какую позицию займут ревизионисты? Среди них будет большой раскол. Но пока, возвращаясь в 1920-е годы, вернемся все-таки конкретно в Иерусалим, я уже давно хотел рассказать об очень интересном процессе. Это борьба, которая шла в течение всего британского мандата за места в городском муниципалитете, в городском совете города Иерусалима и за пост мэра. Собственно, это было тогда единственное место, где евреи и арабы вступили в электоральную борьбу хотя, конечно, и позиции англичан, и стычки в городе, и арабские восстания, все это оказывало влияние на ситуацию. Давайте я сейчас маленький сделаю шер, начну рассказывать просто, чтобы... Гриш, почему не получается? У тебя внизу, посмотри, зеленая кнопка share screen. Так, 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 так... Ты видишь... Да, сейчас пошел, прекрасно. Значит, при турках, как мы видим, городской совет состоял из семи представителей мусульманской общины, двух представителей христианской и только одного еврейской. Это совершенно не соответствовало соотношению численности этих общин. Вот сейчас я немножечко ниже покажу. Это, правда, не семнадцатый год, а двадцать второй. Если вам видно... Вот, население Иерусалима. Смотрите. Евреи в двадцать втором году составляли 52 процента населения Иерусалима. И мы увидим, что численность их только растет. Только растет. Хотя существенно медленнее, чем в Палестине в целом. Значит, англичане сначала силами своей военной администрации, без всяких выборов, меняют состав совета, чтобы каждая община была представлена двумя представителями. При этом еврейская община представлена одним сефардом, одним ашкеназом. Мэром оставался мусульманин. И здесь мы подходим к борьбе, о которой мы уже упоминали, двух ведущих арабских кланов Иерусалима. Клан Хусейни и клан Нашашиби. Вот. Прошу прощения. К тому моменту, когда англичане начали эту свою деятельность, они назначили мэром представителя клана Хусейни Мусаха Касема Хусейни. И только в 20-м году, после того, как произошли первые серьезные столкновения, вот те самые столкновения, о которых мы рассказывали в прошлый раз, столкновения, связанные с праздником Набимуса, мы говорили о том, что основным подстрекателем был родственник Касема Хусейни, молодой Хадж Амин Хусейни, которому было тогда всего 26 лет. Но все-таки его двоюродный дядя, насколько я понимаю, Муса Касем Хусейни, все-таки тоже был обвинен в подстрекательстве, и не без оснований. И британцы его отстранили. Представитель семьи Нашашиби, Раджиб Нашашиби, был назначен мэром. Кстати, мало кто знает, но американское консульство в Иерусалиме находится на улице, названной как раз в Воскочном Иерусалиме, названной в честь этого человека, в честь Раджиба Нашашиби. А первые выборы, вот то, с чего начинаются интересные для нас вещи, первые свободные выборы по совершенно новой системе, выборы муниципалитета Иерусалима, состоялись в 1927 году. Причем англичанам при назначении этих выборов предстояло решить много важных вопросов. Во-первых, все-таки три религиозные общины или две национальные, евреи и арабы. Во-вторых, оставить ли систему, когда каждая община сама выбирает своих представителей и не вмешивается в дела другой общины, или же единый избирательный округ по всему городу. Дальше. Как быть с ситуацией, когда существует неравенство, когда численность, скажем, еврейской общины превышает 50%, а ее представительство намного меньше, и главное, количество евреев, обладающих правом голоса, непропорционально меньше, а у мусульман, наоборот, непропорционально больше. А в чем здесь было дело? Дело было в том, что издавна существовал закон, ограничивающий избирательные права жителей Иерусалима. Ну, начнем с того, что женщины не имели права голоса. Это касается и арабских женщин, и... Так, остановлю демонстрацию, пока... Это касается и арабских, и еврейских женщин. Не имели права голоса. Дальше существовало правило, согласно которому, для того, чтобы голосовать на выборах, нужно было, во-первых, владеть недвижимостью и платить определенный налог, который, собственно говоря, тоже определялся размером той недвижимости, которой владеет человек. И в этом плане было неравенство. Среди евреев очень многие жили в съемном жилье, а процент домовладельцев среди арабов, и особенно среди мусульман, был намного выше. Кроме того, получалось так, что традиционно мусульмане старого города были освобождены от налога. И это им... Ну, еще при турках это появилось, просто в связи с особой ролью старого города, в связи с особым как бы статусом мусульман, живущих в старом городе, они пользовались определенными привилегиями, и поэтому там тоже получалось вот такое неравенство. И надо сказать, что на первых свободных выборах в 27-м году евреи не сумели ничего сделать, сионистское движение не сумело ничего сделать ни с имущественным цензом, ни с правым женщин голосовать. Но они получили преимущество над арабской стороной за счет двух факторов. Во-первых, они добились того, что будет единый избирательный округ. То есть Иерусалим единый избирательный округ, можно выставлять несколько разных списков. Дальше, несмотря на все свои противоречия, несмотря на все, что мы сейчас говорили, противоречия между сионистами и Харедим, противоречия между левыми и сторонниками Жаботинского, все-таки удалось составить единый список, который выставили евреи. А вот арабам как раз преодолеть свои разногласия не удалось. И в результате возникла ситуация, когда я не знаю, если вот то, что я сейчас говорю, не очень понятно, то объясню более подробно. Но представьте себе, вот, допустим, список выгодной семье Хусейни. Что там получается? Там есть евреи и там есть арабы сторонники семьи Хусейни. Вот конкурирующий список. Там те же самые представители от евреев, но уже другие представители от арабов. А голосуют-то все, голосуют-то все население и получается, что арабы не могут повлиять на то, кто от евреев будет избран, а вот евреи могут повлиять на то, кто пройдет арабских списков. И в итоге они действительно повлияли. семья Хусейни, в частности вот тот самый к этому времени уже муфтий с такой плохой репутацией Хадж Амин Аль-Хусейни пытался вести... Который по иронии судьбы в свое время будет, как мы знаем, мы об этом немного упомянули, Герберт Самуэлл, наш первый верховный комиссар, еврей, сионист, по сути будет во многом справедливо обвинен в том, что он вот этого самого Хадж Амин Аль-Хусейни в итоге пригреет. И он, как мы знаем, сыграет потом роковую роль в том, что будет происходить. Ну, вопрос немножко спорный, но мы об этом поговорим. правый согласен, что вы, конечно, на 90% правы. Так вот, Хадж Амин Хусейни, который к этому времени был муфтием Иерусалима, очень молодой еще человек, очень радикальный, он пытался вести переговоры с сионистами, обещал им всевозможные какие-то привилегии в том случае, если они поддержат его против семьи на Шашибе. Но в 27-м году еврейская сторона на это не пошла. И на Шашибе все-таки был избран мэром, хотя соотношение членов каждой общины в муниципальном совете было уже совершенно другим. Пять человек от мусульман, четверо от евреев, трое от христиан. Вообще, это очень интересная история вот этого конфликта Хусейни на Шашибе. Если вы позволите, я даже проиллюстрирую его на таком интересном примере, строительство одного из самых известных проектов конца 20-х годов, который лично курировал Хаджамин Аль-Хусейни, это строительство гостиницы Палас, которая совсем уже недавно снова стала у нас реальностью уже под новым названием. Вот эта гостиница Палас уже в 30-е годы, когда там будет происходить заседание комиссии Пиля, о котором мы, конечно, еще отдельно поговорим. А построена гостиница была в 29-м году, когда, как мы знаем, мэром-то был, как вы сказали, наш ошибий, но верховным муфтием был Хусейни, и это был, так сказать, проект, который он курировал. С этим проектом было связано желание Хусейни продемонстрировать всем таким очень знаковым образом, какое влияние мусульмане имеют в Иерусалиме и насколько они вообще в состоянии построить что-то грандиозное. По условиям контракта гостиница должна была построена в рекордные сроки за 13 месяцев, в итоге строительство завершили за 11. Пикантная подробность. Гостиница, как выяснилось, по сути, была построена на костях мусульман. И Катинка, который был архитектором этого проекта, вспоминает, что когда об этом доложили Хусейни, он сказал, самое главное, чтобы об этом не узнал на шашиде. Срочно все зарыть и продолжать строить как можно быстрее. То есть мы видим, что вот это соперничество этих двух кланов для арабов было, вот это, кстати, фотографии уже 37-го года, когда в здании гостиницы Палас заседает комиссия Пиля. Мы видим, что вот эта история конфликта кланов, она сыграет очень важную роль. И, кстати говоря, сегодня, оказавшись в Иерусалиме и увидев восстановленный, по сути, фасад той самой гостиницы Палас, теперь это гостиница Вальдер Пастория, одна из самых шикарных гостиниц Иерусалима, можно зайти туда в лобби совершенно свободно и посмотреть, как это здание вообще великолепно выглядит. Конечно, если мы сравним Иерусалим вот этого британского периода, когда строится Кинг Джордж, одна из центральных магистралей города, когда примерно в это же время, в начале 30-х годов, Оленбер будет выступать на открытии замечательного здания YMCA. И, кстати говоря, архитектором, главным архитектором будет тот самый человек, который потом в Америке построит Empire State Building. Вообще говоря, конечно, статус Иерусалима очень серьезно поднимется. Но вот история гостиницы Палас, которую важно было Хусейне завершить как можно быстрее, для того, чтобы построить ее быстрее, чем параллельный еврейский проект, а это гостиница King David. История этой гостиницы интересна тем, что, по сути, как гостиница, она функционировала очень недолго, проект оказался достаточно нерентабельным, и очень скоро британская администрация поселится в этом здании, и уже по этой причине, собственно, в 30-е годы заседание комиссии Пиля будет происходить там. Но в 31-м году там же, в этой гостинице, будет происходить заседание Гриховного мусульманского совета. Вы, наверное, об этом тоже немножко расскажете, это, в общем-то, еще одна попытка Хусейни утвердить во всем мусульманском мире статус Иерусалима и доказать всем, что Иерусалим это, в том числе, и мусульманский город. Да. Игорь, вы хотите добавить что-то к этому? Я хочу добавить, что застройщик, котинка, если не ошибаюсь, был евреем. Ну, вот, собственно, я хотел рассказать в основном об этом, и мне кажется, тут еще интересно, может быть, еще такой момент. Мы довольно подробно говорили о Гербете Сэмуэле, но мы мало говорили о последующих верховных комиссарах, которые были после него, и надо сказать, что каждый из этих последующих верховных комиссаров, наверное, сыграл какую-то определенную роль в том, что происходило, в тех событиях, которые происходили в Иерусалиме. Вообще говоря, когда избрали Герберта Сэмуэла, внутри еврейской общины было ликование, но Жаботинский все время сказал, еврей на такой должности это очень плохо для нас, потому как еврей на такой должности это всегда вопрос бойной лояльности. И лучше бы, конечно, чтобы был, как он выразился, хороший нееврей. Хороший нееврей на такой должности для нас будет намного лучше. Но вот последующие верховные комиссары, которые будут у нас после Герберта Сэмуэла, они были очень разными. И во времена, о которых мы с вами говорим, вторая половина 20-х годов, была такая довольно интересная фигура, сейчас мы посмотрим на его фотографию, на секундочку, Фильд Маршал, герой Первой мировой войны, человек очень твердых и решительных взглядов, которого, конечно, нельзя было обвинить в любви к сионизму, но, в общем, был довольно хорошим британским администратором, и это лорд Пламер, я прошу прощения, лорд Пламер, который в свое время еще герой англо-бурской войны, а в дальнейшем герой уже 17-18 года, ему принадлежат очень значительные победы на западном фронте над немцами, когда занял эту должность в 25-м году, столкнулся с тем, что в городе, конечно, очень много противоречий, и надо отдать ему должное, он был человеком решительным, когда вот об этом здесь есть, хочу процитировать, если вы позволите, из такой довольно интересной книги, книга, я бы ее назвал, книга очень вкусная, книга называется «Беспокойные герои», написана она Илья Левитом, здесь в основном рассказывается о Трумпедроле и Чарзе Ингете, мы о них довольно мало упоминаем, потому как конкретно к истории Иерусалима они, может быть, не так много имеют отношения, но вот здесь в этой книге, рассказывая о событиях 20-х годов, довольно интересно здесь пишет автор Илья Левит, он пишет так, что когда Палмы только вступил в должность, это был 25-й год, он только вступает в должность, и в Иерусалиме состоялась церемония передачи на хранение в главную синагогу знамений тогда уже, конечно, расформированного еврейского легиона, но о еврейском легионе мы до этого упоминали. И вот тот самый Хадж Амина Аль-Хусейни, Хадж Амина Аль-Хусейни, который, кстати говоря, мы знаем, сотрудничал потом во время войны с фашистами и сыграл вообще очень негативную роль во всем, что происходило в земле Израиля, сейчас мы посмотрим на фотографии Хадж Амина Аль-Хусейни, это довольно известная его фотография, а это он уже во время Второй мировой войны с Зигхайль боснийским формированием нацистов. И Хадж Амина Аль-Хусейни, который на тот момент, уже в 25-м году, чувствовал себя на должности муфтия достаточно уверенно, он пришел к планеру и предупредил, что если церемония состоится, то лично он не может гарантировать безопасность. Он очень опасается, что мира не будет. На что пламер, глядя прямо ему в глаза, сказал, что вы не должны беспокоиться, это моя работа, я прислежу, чтобы мир был не нарушен. И вот с 25-го по 28-го год, когда этот человек был верховным комиссаром, действительно было достаточно спокойно. И во многом, наверное, это его личная заслуга. Он был человеком очень жестким, и если нужно было, принимал достаточно жесткие меры. А вот следующий после него верховный комиссар, Джон Ченслер, был, в общем-то, вполне заурядным британским чиновником, и при нем произошли печально знаменитые подромы 29-го года, и вышла вот та самая белая книга 30-го года, в которой, кстати говоря, он тоже приложил определенную руку. То есть, по сути, это уже такой чиновник такого, скажем так, антисионистского во многом плана. Вот эта новая британская политика, которая начинает формироваться, и он во многом становится вот таким, если хотите, воплощением этой политики. Но вот после него приходит, по сути, тот самый хороший нееврей, о котором во многом, наверное, мечтал, о котором во многом, наверное, мечтал Жаботинский, и, собственно, на годы вот этого человека, это будет следующий у нас, ну, я не упоминаю здесь тех, кто был очень коротко на должности верховного комиссара, я упоминаю только тех, кто сыграл существенную роль, потому что было еще несколько верховных комиссаров, в общей сложности их было семь, которые не задержались на своей должности, но вот с 31 по 38 год, этот человек будет занимать должность семь лет, еще один герой войны, сэр Артур Уоков, и вот этот тот самый хороший нееврей, о котором, видимо, мечтал Жаботинский, он был у руля больше других, он сотрудничал с сионистами в очень важных вопросах, прежде всего, о выдаче сертификатов, и никогда не отказывал сионистам в участии в, что было важно, в общем-то, символически, что британская власть как бы поддерживает всевозможные культурные мероприятия, которые сионисты организовали, он всегда в них участвовал. Вот это такая довольно интересная фигура. Ну, а дальше, я думаю, мы о периоде уже военном поговорим чуть позже, но впоследствии у нас будут, в общем-то, не самые для нас благоприятные люди на этой позиции. Сэр Матмайкл, который был на сионистских позициях, был там с 38 по 44 год, при нем издают «Белую книгу» 39 года, и в 44 году организация Лехии попытается совершить на него покушение по, в общем, вполне понятным причинам. Человек это действительно во многом ставил палки в колеса, сионизм. А последним, уже седьмым, был лорд Каннингем, о котором мы, наверное, поговорим отдельно уже в контексте возможно, очень важного разговора о терроре, который был последние годы британского мандата и со стороны евреев, и со стороны арабов, и взрыве гостиницы «Кинг Дэвид» 46-го года. Вот, у меня получилось так немножко две темы вместе. Григорий, но я возвращаю вам слово. Интересно. Слово. Спасибо. Я пока... Григорий, вы слышите меня? Да, слышу, слышу. А меня слышно? Да-да-да, вас слышно. Я пока на секундочку вернусь к теме муниципальных выборов в Иерусалиме, а потом, если у нас время останется, все-таки постараюсь объяснить, что же происходило в арабском лагере. Что же это были там за трения между этими кланами, какое они имели вообще значение, если мы успеем. Так вот, в 27-м году, напомню, первые свободные выборы закончились тем, что городской совет Иерусалима стал состоять из пяти представителей мусульманской общины, четырех представителей еврейской и трех христианской. А вот следующие выборы 34-го года уже были по совершенно другой системе. Это очень важный момент. Уже это было не по религиозному принципу, а по национальному. И новый совет состоял из шести представителей евреев, шести арабов. И хотя мэром снова стал мусульманин, но вице-мэр, представитель еврейской общины, получил достаточно большие полномочия, и даже там будет впереди момент, когда арабский мэр за участие в беспорядках будет выслан британскими властями, и на некоторое время еврейский мэр Ленин Остер собственно говоря возглавит город, а потом он будет уже в Израиле первым мэром израильского Иерусалима. И все это имело значение, понимаете, сначала, вот, когда англичане только пришли, то казалось бы, ну какая разница, что такое муниципальный совет города Иерусалима, у него полномочия это вообще там какие-то совершенно мизерные, но постепенно это стало политическим вопросом, это было место, где арабы и евреи соревновались в своих политических навыках, где шли интриги, где решались очень многие вопросы взаимоотношений между лидерами общин. И вот сейчас, если есть у нас немножечко время, наверное, последняя тема на сегодня, все-таки я хочу рассказать, что же происходило в арабском лагере, какие там были противоречия, а это очень важно, потому что без этого мы не поймем, почему в 48-м году даже вопрос не стоял о том, чтобы палестинские арабы создали свое государство, почему у них вообще даже идеи такой не было. Итак, началось с того, что англичанам, когда они заняли Палестину, пришлось выбирать все-таки какой же из двух конкурирующих основных иерусалинских семей Хусейне или Нашашибе отдать предпочтение. Они сначала относились к Нашашибе с недоверием, потому что эта семья считалась очень лояльной туркам и стали возвышать Хусейне. Но потом начались волнения 1920 года. А что, собственно говоря, произошло в 1920 году? В 1920 году, я напомню, что было создано королевство в Сирии, и семья Хусейне решила, что англичанам понравится идея присоединить всю подмандатную Палестину к этому королевству. И были организованы беспорядки, в которых члены семьи Хусейне обратились к толпе с лозунгами портрет сирийского короля Фейсала с лозунгами «О, арабы, вот ваш король». Но они просчитались. Эта идея не получила у англичан никакой поддержки. Произошли серьезные столкновения и члены семьи Хусейне были репрессированы. По крайней мере, и Касем мэр, и его младший родственник Хадж Амин Хусейне были репрессированы. Жаботинский тоже. Потом приезжает Герберт Сэмюэлл, всех возвращает и делает Хусейни муфтием. Собственно говоря, что значит делает? Были выборы нового муфтия, и Хусейни занял на этих выборах всего лишь четвертое место. В конце концов, молодой парень, 26 лет, куда ему быть на таком высоком религиозном посту. Но его сторонники стали продвигать идею, что те, кто занял первые три места, это коллаборационисты, которые сотрудничают с сианистами. Это во-первых. А во-вторых, Хусейни взял на себя обязательство, что через год вот такое же аналогичное празднование Набимуса в Иерусалиме, по крайней мере, пройдет мирно. И на этом он сыграл. Беспорядки тогда через год действительно были, но не в Иерусалиме, а не в Боливиев. И таким образом британская администрация подумала, что действительно этот молодой человек по-видимому способен контролировать арабскую толпу и вполне способен предотвращать беспорядки. И его сделали муфтием, помогли ему, так сказать, несмотря на то, что он занял лишь четвертое место. В результате он получил огромные полномочия, прежде всего финансовые. Под его контроль перешли мусульманские вакфы, это как бы общественные советы или, точнее сказать, общественные фонды религиозные. Это деньги. И это был очень большой удар по семье на Шашибе. А что стали в ответ тогда делать на Шашибе? Они стали агитировать в свою пользу глубинку, палестинскую глубинку, где очень многие арабы были недовольны вообще тем, почему собственно иерусалимские семьи доминируют. Им это не нравилось. Дальше, что очень важно отметить, ведь все-таки далеко не все арабы были политизированы. Среди арабов можно выделить, вот, например, историк Штереншес выделяет по крайней мере три линии поведения по отношению к сионистам. Одни, да, действительно, были вот такие убежденные противники, хотя далеко не все из противников были готовы идти на улицу с оружием. Вот, но было очень много других, которые видели в притоке еврейских репатриантов большие плюсы. Оживала торговля, в страну шли деньги, а самое главное, евреи выкупали землю. Представьте себе вот этого не очень богатого араба в Палестине, владеющего небольшим кусочком земли, на которой кроме колючки ничего не растет, и вдруг ему предлагают за этот кусочек земли довольно приличную сумму. Да, конечно, он рад, он только приветствует такую политику. Ну, и, наконец, были третьи, кто просто хотел себя хорошо вести, не нарушать правила, установленные англичанами. И вот Муфтий Хусейни... Это, по сути, очень напоминает, в общем-то, тот расклад сил, который, наверное, и сегодня есть, кстати говоря. Да? И тогда мы можем провести аналогию между Хусейни и Хамасом, наверное. Вот, потому что Хусейни проводил тактику запугивания, в частности, тех, кто продавал землю евреям, и этим он создавал себе очень много врагов, как раз в глубинке, в арабских деревнях, и привело это даже к тому, что... А вот интересно, кто будет аналогом на Шашибе, Григорий, как вы думаете? А вот трудно сказать. Потому что на Шашибе, мне кажется, был достаточно интересным политиком, он, конечно, был арабским националистом, но в целом он был склонен к переговорам и, в общем, достаточно себя показал умеренным. Во время восстания 1936-1939 года он даже будет участвовать в том, что будет помогать англичанам уже на последнем этапе восстания бороться, так сказать, с людьми Хусейни. Да. Тут есть два очень важных фактора. Дело все в том, что, во-первых, эта семья Хусейни мечтала о том, что будет какое-то отдельное арабское государство на месте подмандатной Палестины со столицей, разумеется, в Иерусалиме и, разумеется, семья Хусейни будет там главной. Ну, были у клана Хусейни союзники, например, семья Халиди на определенном этапе, но сами англичане и сионисты тоже видели в качестве своего контрагента вовсе не арабов Палестины. Они считали, что им приходится иметь дело с королем Абдалой, королем Трансиордании. И когда возникнут первые планы раздела подмандатной Палестины, вот та самая комиссия Пили, о которой мы сегодня упоминали, то в этом плане никакого самостоятельного арабского государства в Палестине не будет. Там будет подразумеваться, что та часть подмандатной Палестины, которая остается за арабами, просто отойдет королю Абдалле, только и всего. И на Шашибе как раз склонялись к этому. Если я не ошибаюсь, на Шашибе потом будет занимать после раздела Иерусалима в 1948 году и после отхода в Восточную Иерусалиму и Орданию, он будет занимать там достаточно важные посты, я прав? И, кстати, один очень интересный момент, я просто сейчас упомяну. Вот потом, когда пойдут в конце 30-х годов различные планы раздела Палестины, то в этих планах тоже будет идея, что Иерусалим выделяется в отдельную территорию, где британцы сохраняют свое господство, которое не входит ни в еврейское государство, ни в арабское, какое бы то ни было. И вот что интересно, наиболее дальновидные люди, то есть левая лидера сионистского движения, тогда уже во главе с Бен-Бурионом, ну и Вайсманом тоже, и король Абдалла будут относиться к этим планам абсолютно спокойно, в отличие от ревизионистов с еврейской стороны и в отличие от арабского мира с той стороны. А почему они будут к этому относиться так спокойно? Да потому что они будут отлично понимать, что англичане одну маленькую территорию Иерусалима никогда не удержат, что это просто временное решение, что в конце концов все равно все решится в переговорах или в войнах между сионистским движением и Транс-Иорданией, что и случится, как мы увидим на самом деле. Вот, по-моему, мы уже исчерпали на сегодня, я, конечно, хотел бы еще эту тему продолжить, потому что ну в завершении буквально одна фраза, что в конце Гриша, секунду, если народ не против, у нас есть время до где-то без 5-10, так что если есть желание, с технической точки зрения у нас есть еще порядка получаса. Спасибо, Натан. Спасибо. Я думаю, что нам не стоит очень сильно наших слушателей обременять, и мы хотим оставить время для вопросов в любом случае, а я думаю, что Григорий, наверное, стоит как-то подытожить сегодняшнюю нашу беседу, и мы, правда, не успели поговорить о погромах 29-го года и об арабском восстании, наверное, мы это оставим уже на следующую нашу сессию, но, наверное, стоит как-то подытожить то, о чем мы сегодня говорили. Давайте я скажу только одну мысль, если можно, по поводу этих погромов, потому что они во многом определили всю дальнейшую тактику сторон, и прежде всего арабской стороны. Смотрите, что получается. Вот арабы недовольны декларацией Бальфура. Арабы недовольны приездом еврейских репатриантов. И они пытаются, прежде всего на Шашибе, семья на Шашибе, пытается заняться дипломатией. Арабская делегация приезжает в Лондон, никто с ней там не хочет иметь дело. Они пытаются встретиться с Черчиллем в Каире, Черчилль не желает с ними иметь дело. Зато, когда Хусейни и его люди организуют очередное восстание, бунт, погром, то сразу после этого каждый раз из Лондона приезжает высокая комиссия, которая пишет свой доклад, и этот доклад каждый раз оказывается очередным шагом в сторону от декларации Бальфура, к тому, чтобы ее не выполнять. Ну и спрашивается, к какому выводу придут арабы. Естественно, они придут к выводу, что террор самое эффективное средство. Я думаю, что мы можем упомянуть здесь также и то, что в общем британская администрация наметится определенный действительно после того, как изначально, в начале 20-х годов все-таки в Лондоне будут в основном у власти люди, которые будут сторонниками декларации Бальфура. В итоге, и вы уже говорили о том, что колониальная администрация в целом намного более скептически к этому относилась, а к тому же еще и Foreign Office в Лондоне в итоге тоже в 30-е годы постепенно будет переходить на позиции очень близких к панорабизму. Это тоже, конечно, сыграет определенную роль. Да, конечно. Но мы говорили о подытоживании. Какие мы пока можем подвести итоги? Первое, что, во-первых, при англичанах Иерусалим снова становится столицей, пусть не независимого государства, подмандатного, но тем не менее. Там появляются политические органы, там развивается экономика, там идет большое строительство, об этом, кстати, мы тоже поговорим. И это совершенно меняет весь облик города, он становится все более и более современным. Во-вторых, Иерусалим становится ареной, где соперничают между собой, враждуют, иногда о чем-то договариваются руководящие органы еврейского Ишува и арабской стороны. И там же идет соперничество за места в городском совете. Дальше мы видим, что несмотря на все противоречия внутри стеонистского лагеря и вообще внутри всего еврейского лагеря, все-таки каждый раз удавалось найти какой-то консенсус. Ни разу не было такой ситуации, чтобы арабы могли воспользоваться каким-то расколом в еврейском лагере. А вот обратная ситуация как раз была и довольно часто. Ну и наконец, наверное, последний вывод такой, что англичане сначала не понимали, с чем им придется иметь дело. Они просто не понимали, что в Иерусалиме буквально все имеет особое значение, что это в каком-нибудь другом городе можно построить просто трамвайную линию. А в Иерусалиме есть трамвайную линию, то там трамвай это не просто трамвай. Там сразу возникает вопрос, а не мешает ли он какой-нибудь синагоге, а не мешает ли он какой-нибудь мечей, а не проходит ли он через какое-нибудь кладбище. И вообще не является ли это символом чего-нибудь, этот трамвай. И по мере того, как нарастал арабо-еврейский конфликт, по мере того, как он становился все больше национальным, а не религиозным, англичане начали постепенно понимать, что все-таки мандатному периоду когда-нибудь придет конец. И начиная с 1937 года уже появляются один за другим какие-то планы, что же дальше делать с Палестиной. Правда, в большинстве этих планов, как мы увидим, все-таки будут содержаться попытки Иерусалим не отдавать ни арабам, ни евреям. Но вот, пожалуй, пока выводы. Григорий, если вы позволите, до того, как мы возьмем вопросы у наших участников, и мы, конечно, очень хотим услышать, что они могут нас спросить сегодня. Тем более, что я вижу, мне вот сейчас пишут, я на Facebook поставил, так сказать, так называемый watch party, я сделал со своей страницы. Я вижу, что люди пишут активно, довольны нам туда тоже. Возможно, какие-то вопросы там прозвучат. Мне хотелось, на самом деле, задать вам такой вопрос. Вы упомянули, мы в конце совсем об этом кратко поговорили, погромы 29-го года. Погромы 29-го года начались в Иерусалиме, как мы знаем, с такой достаточно символичной вещи, с того, что переставили. И, ну вот, буквально, малейшие изменения, то, о чем вы говорите, малейшие изменения статуса приводят к каким-то определенным конфликтам. В 29-м году конфликт начался у стены плача, и эта история достаточно известная. Вот, кстати, отсылка к книге, о которой я говорил ранее. Прекрасная книга Мартина Гилберта. Мы знаем, он официальный историк, сэр Мартин Гилберт, официальный историк Черчилля. Британский еврей, который написал много интересных книг. Его книга об Иерусалиме, с моей точки зрения, просто великолепна. Издана она была издательство «Калибри» в Москве. И здесь он говорит, подробно описывая то, что происходило, о том, как поставили ширму. Ну, ширму, мы знаем, это махица, это перегородка между мужчинами и женщинами, которая совершенно необходима для молитвы. И арабы устроили целый ряд провокаций. И во время, прямо во время молитвы Йом-Кипур послали констеблей, послали полицейских эту перегородку снимать, что привело, конечно, к массовым протестам. Ну, и, короче говоря, в итоге мы знаем, что англичанам эту ситуацию удержать не удалось. И, по сути, сегодня есть очень многие, кто обвиняет англичан в том, что они, по сути, не сделали ничего для того, чтобы эти подромы предотвратить. Во-первых, что вы об этом думаете? Во-вторых, почему действительно эти подромы произошли именно в 1929 году? И, в-третьих, как, на Ваш взгляд, эта история сказалась на том, что будет происходить в дальнейшем? Я думаю, что к 1929 году просто уже у арабских лидеров появилось понимание, что, во-первых, с ними никто не собирается вести дипломатические переговоры, что ни англичане их фактически ни во что не ставят, ни сионисты тоже, к сожалению. Многие потом будут говорить, что это была большая ошибка сионистского движения, что они не пытались всерьез вести переговоры, вот как со своими политическими партнерами, ни с Хусейни, ни с Нашашиби, ни с какими-то органами, которые они создавали, ни с кем. Они видели в качестве своего контрагента только короля Иордании. Это отчасти способствовало радикализации арабской стороны. Во-вторых, у Хусейни часто возникала ситуация, когда у него просто нет другого выхода, кроме как делать все более и более радикальные шаги. Мы это увидим, например, во время, когда началось арабское восстание 1936 года уже. И что тогда получилось? Я очень коротко расскажу. Тогда началась забастовка портовых рабочих Яффы, арабских рабочих. Забастовка, естественно, тоже направленная против сионизма, против политики англичан и так далее. И вдруг Бен-Гурион принимает решение, что давайте мы тогда быстренько построим причал в Тель-Авиве и начнем там принимать суда, пусть появятся еврейские рабочие докеры. И все получается, что забастовка, которую организовал Хусейни, сорвана. Он проиграл. Что же ему тогда остается делать? Ему остается только идти на пролом, устраивать новые погромы. Это одна из причин, конечно. А вторая то, что просто нарастало общее напряжение. Приближалась Вторая мировая война, шли новые волны Алии. И все менялось. Поэтому неудивительно. Да, ну и, конечно, не будем забывать о том, что и Жаботинский, и его люди активно пытались проводить свою политику. Когда бейтаровцы организовали демонстрацию с трублением в Шафар, тогда же, в 1929 году, недалеко от Стены Плача, ну а на какую реакцию они еще могли рассчитывать? Я не говорю, что этого не надо делать. Я просто говорю о том, что, в общем-то, просто уже началась эскалация конфликта. Дальше все развивалось логично. Как вы считаете? Ну, мы можем еще упомянуть, конечно, печально знаменитых погромах 29-го года. Ведь они прошли не только в Иерусалиме. Были погромы в Хевроне, были погромы в Цфате. И вот и в Хевроне, и в Цфате, где проживали в основном ультра-отодоксы, история Хеврона мне особенно близка, как я уже сказал. Я учился в Ешиве продолжение, Ешива-Хеврон. В свое время историческая это Ешива-Слаботка из Литвы, которая переехала сначала в Иерусалим. И, кстати, в Иерусалиме не смогла закрепиться по причине того, что молодые ребята из Литвы одевались слишком модерного для старого религиозного еврейского Ешива в Иерусалиме. И в итоге они поселились в Хевроне. И евреи на тот момент в Хевроне составляли примерно четверть населения. Там не было аганы. Там не было, по сути, тех, кто мог бы еврейский Ешив защитить. И погромы 29-го года в Хевроне унесли примерно жизни 70 человек. И на самом деле, наверное, произошло бы еще более страшное событие, если бы не голова британской полиции, который самолично убил нескольких арабских полицейских, которые принимали участие в погромах. Тут надо сказать, вообще говоря, что в Хевроне, например, полиция составляла всего около 40 человек. И комплектованно в основном была арабами. Там был всего один еврей и британский офицер. И по сути, как пишут в некоторых книгах, по сути вот эти два человека и пытались предотвратить погромы. Большое количество арабских полицейских просто бездействовало. Или стреляло в воздух, и толпа прекрасно знала, что они ничего не притримут. И, ну, это можно говорить о том, что это, конечно, была очень большая ошибка англичан, которые, в общем-то, это была часть колониальной политики практически всюду. Они пытались опираться, так сказать, на местные кадры, считая, что это поможет как-то разрядить обстановку. Но в ситуации уже существующего очень острого конфликта евреев и арабов, конечно, вот, например, в Хевроне, это привело к тому, что евреев просто некому было защищать. И в итоге, ну, если бы не мужество вот этого британского офицера и единственного еврейского полицейского, которые остались защищать город, наверное, убитых было бы намного больше. Вот я сейчас смотрю, 67 убитых евреев и 9 убитых арабов. А в итоге англичане, конечно, действовали достаточно жестко. Они обложили все города и деревни после 29-го года. Была создана комиссия, как мы знаем. Они обложили большими штрафами. На Хеврон был наружен штраф достаточно большой, 14 тысяч фунтов. И вообще говоря, эта мера была, ну, до определенной степени эффективной. Но надо сказать, что Хадж Аминар Хусейн, я думаю, вы со мной согласитесь, после погрова 29-го года его авторитет будет только расти. И в итоге, когда мы с вами придем уже к ситуации 36-го года, конечно, она во многом, опять же, выйдет из-под контроля, во многом из-за того, что экстремисты, прежде всего с арабской стороны, на тот момент уже будут пользоваться очень большим влиянием. Что вы скажете? Ну, я на это скажу, что... Я бы не сказал однозначно, что авторитет Аль-Хусейни будет только расти. С одной стороны, он будет расти. С другой стороны, тот террор, который он развязал против многих своих соотечественников, палестинских арабов, он все-таки будет ему вредить, естественно. У него будет появляться очень много врагов. И, кроме того, против него будут настроены все соседние арабские государства, потому что он там будет пытаться поднимать арабов против англичан, что будет угрожать местным арабским элитам. Ну и, наконец, не будем забывать, что 36-й год и даже раньше, это уже времена Гитлера. И здесь у англичан была сложная ситуация. С одной стороны, они видели, насколько Гитлер пытается заигрывать с арабским национализмом. И им нельзя было слишком сильно оскорблять арабов. С другой стороны, они понимали, что... еврейские вооруженные отряды и вообще все еврейское население в Палестине, это, конечно, их самые верные союзники на случай, если там придется воевать. И, между прочим, англичане в этом плане бросались из крайности в крайность. То они руководителей еврейских военных организаций арестовывали, то они их отпускали и раздавали им оружие. Во всяком случае, англичане, многое, что нам кажется их ошибками, это на самом деле результат того, что они просто не смотрели, не брали ситуацию в Палестине в отдельности. Они смотрели на всю ситуацию по всему Ближнему Востоку. И уже исходили из сложной игры, которая там идет в преддверии Второй мировой войны. Вот я бы сказал так. А Хусейни как раз-таки из-за того, что он станет совершенно персоной Нонграда для англичан, он покинет в итоге Палестину, он бежит сначала в Бейрут. И кончится это тем, что арабское национальное движение в Палестине окажется обезглавленным к самому решающему моменту. Как раз к тому моменту, когда у них возникнет средний класс, когда у них появятся рабочие организации, когда, в общем-то, возникнут предпосылки для того, чтобы, может быть, какое-то отдельное свое государство создать. Но у них уже не будет лидеров. Вот что я могу сказать. Ну, тут я с вами соглашусь, конечно, Григорий. И мне хотелось вас поблагодарить за замечательную встречу. И, наверное, сейчас время вопросов. Мы, наверное, откроем, так сказать, форум для вопросов. Как раз сейчас время задавать вопросы. И мне кажется, у нас даже есть тут те, кто к нам присоединился на Фейсбуке. И, может быть, они напишут нам вопросы там. А пока что вопросы те, кто с нами на Zoom. Пожалуйста, подключайте ваш микрофон, вопросы. Да, вам огромное спасибо, Раф Рабуэль. Спасибо. Если позволите, у меня вопрос такой довольно странный, наверное. Пожалуйста. Почему, как вы думаете, почему не было сделано попытки убить Хусейни? Ведь, понимаете, выясняется, что в 24-м году евреи могли пролить кровь еврея же. И ничего. Так сказать, к 85-му году, значит, прошло 60 лет, вот этот человек признался, что это сделал он по поручению ЦВИ. Спрашивается, неужели настолько были слепы, что не видели, что вот эта фигура, которую нужно убрать. А вы знаете, в какой-то степени действительно были слепы. Более того, вот как раз-таки на выборах в муниципальный совет города не первых, а вторых, которые прошли в 34-м году, Хусейни попытался выдвинуть своего ставленника, Халиди, выдавая его за такого молодого технократа. Хотя все прекрасно понимали, что он связан с Хусейни. Но сионистское руководство пошло на эту сделку. Они предпочли поддержать вот этого доктора Халиди против Нашашиби. Более того, были там моменты личных контактов с Хусейни. Ну, например, когда к нему, опять-таки, на высоком уровне Раб-Ру-Вен, может, вы мне напомните, на каком, обратились к нему лидеры Ешува с просьбой разрешить посетить и помолиться пещерам Ахпела. И Хусейни, несмотря на весь свой антисемитизм, на это он сказал, да пожалуйста. То есть он очень хорошо умел скрывать свои взгляды. Он и англичанам какое-то время морочил голову, уговаривая их, что именно он в состоянии умиротворять арабов в Палестине. Ну, а кроме того, я думаю, что просто не так уж велика роль его личности. Были у него сторонники. Там был конфликт не только между семьями разными, но конфликт между поколениями. Новое поколение, в общем-то, уже в обеих семьях было более радикальным. А еще более молодое поколение... Я думаю, что более вакциально упомянули, что, по сути, с изгнанием Хусейни во многом действительно, можно сказать, что еврейскому национальному движению повезло, что, по сути, как вы говорите, оно оказалось без такого харизматичного лидера. Я думаю, что все-таки этим не стоит пренебрегать. Наверное, это действительно сыграло определенную роль в тех событиях, которые дальше происходили. Да, согласен, конечно, пренебрегать не стоит. Но почему не было таких попыток, трудно сказать. Может быть, действительно все-таки недооценивали его. Может быть, действительно считали, что это все сугубо локальные местные дела, и нужно разбираться не с ним, нужно иметь дело с англичанами, нужно иметь дело с королем Трансиордании, а это все, так сказать, вопросы исключительно местного правопорядка. Может быть, так? Может быть. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Наверное, у нас будут еще вопросы, я предполагаю, или комментарии. Пожалуйста. А что у нас в чате? Сейчас я посмотрю. Можно я хотел бы добавить пару моментов? Пожалуйста. Да, это Евгений. Я хотел бы сказать так. Добрый день, Евгений. Да, добрый вечер. Когда мы говорили о гостинице, рядом с гостиницей должен был построен университет Аль-Кутс. Я даже видел проекции этого, сказать... Вы говорите о гостинице Палас, которую мы сегодня упоминали. Да, да. Так напротив нее должен был построен большущий университет арабский, потому что в 1924 году был построен еврейский университет, и рядом с этим Паласом должен был построен большой кампус именно арабского университета, Эль-Кутс. Я даже видел... Да, был такой проект, вы правы. Да, и там были даже такие... Я видел даже сам проект, самые чертежи. Очень интересно выглядело. Ну, просто все это развалилось, конечно, но... Второй вопрос хотел добавить еще, когда мы говорили, Раф Зоненфельд, там, Раф Кук, еще был такой человек, как Хазон Иш. Он как бы тоже... Мы сегодня упомянули его вскользь. Да, но он вообще, говоря, приехал... Вообще немножко непонятная его история, значит, он приезжает в Эрот Израиль для того, чтобы мирить Рафа Зоненфельд с Рафом Куком. То есть он хотел, как бы, это самое, найти какой-то общий контакт между двумя Рафами. С другой стороны, он покидает Европу, когда уже война уже на... практически уже аншлюз Австрии прошел. И как-то странно, что человек абсолютно ничего не мог сказать своей общине, которая осталась в Европе. Хоть что-нибудь, езжайте, не езжайте. В Жапотинском они объявили фашистам и сказали, что он это, мы слушать его не будем. Но Хазон Иш тоже как бы должен был понять, что ситуация резко ухудшилась. И поэтому немножко странное его, так сказать, поведение. Правда, он договорился с Дыгуреном о том, что будут лишивы, но это другая. Еще-еще хотел добавить насчет элиты арабской. Значит, элита арабская, в принципе, предала, сказать, арабское население. Она разбежалась, уехала за границу. В 46-м году фактически они все слиняли, те, кто еще оставался здесь. И поэтому те арабы, которые были здесь, они как бы это сами... То есть не было у них никакого руководства, никого. Они как бы были брошены на произвол судьбы. В этом плане, конечно, то, что есть, то, что есть. Ну а также, а еврейский Ишу как бы не сумел с ними ничего, то самое, найти какие-то контакты и договориться. И уже 70 лет государству, и мы не можем разговаривать нормально с 20% населения Израиля, это еще не больше, арабов, и у нас нету никаких контактов. Немножко странный вопрос. Вы знаете, Евгений, это очень важная тема, на самом деле. Спасибо, что вы ее подняли. Я не знаю, сможем ли мы ее осветить в наших следующих встречах, но эта тема очень интересная и очень важная. Спасибо, что вы ее поднимаете. Да, так вот, в общем, я хотел просто добавить, просто вкратце, чтобы не занимать других. Вот еще. Прекрасно, спасибо большое. И, ну, давайте, наверное, еще вопрос, если есть у кого-то. И, в общем, мы немножко за наши временные рамки уже выходим, у нас почти два часа времени, но если вы еще с нами, значит, вам еще не надоело. Еще раз огромное спасибо. Ребят, если вопрос, то очень короткий, слиха порядка двух-трех минут. Последний вопрос. Последний короткий вопрос, и мы с вами закругляемся. До следующего понедельника, я правильно понимаю? Да, понедельника, и я хочу, чтобы это в записи осталось. Я сменил, нет теперь, то есть регистрации нет, есть, как обычно, линк и пароль, и везде в рассылке я буду его использовать на сайте, везде я это поставил. Окей? Регистрация, видимо, сбывает людей с толку. Прекрасно, Анатон, большое спасибо. Спасибо. Окей, тогда мы на этом заканчиваем. Похоже, вопросов у нас нет. Может быть, Григорий захочет суммировать, так сказать, нашу сегодняшнюю встречу, последние пару слов, да? Спасибо большое, Равра Уэлэн. Я хотел просто попросить всех, что, может быть, пишите или высказывайте пожелания к тематике наших следующих встреч. Ведь, допустим, вот, например, сегодня мы охватили, наверное, шесть или семь тем. Любую из них мы могли бы рассмотреть более подробно или менее подробно, просто чтобы нам ориентироваться, что интересно. Конечно, мы постараемся рассказать обо всем. Окей, тогда я в любом известном вам способе, пожалуйста, во-первых, есть запись, будет запись в YouTube, можете там оставлять комменты. Есть специальная страница на сайте lelmod.org, да, которая посвящена этому занятию. Вы можете там писать свои комменты. Вы можете писать комменты на страницах Facebook. И все эти лекции будут записаны на моем канале, также на канале Jewish Explorer. Да-да-да, пожалуйста, в любом известном вам способе подписываться. Да, окей. Хорошо, тогда мы на этом заканчиваем. Всем большое спасибо, доброго времени суток и до следующего понедельника. Час.